Как говорят господа онкологи, что все проблемы чаще всего онкологические начинаются именно в области малого таза при проблемах в сигмовидной, прямой кишке, в участке восходящего отдела кишечника. То есть, как древние говорили, что смерть идет у нас откуда? Из кишечника. Так вот, занимаясь длительно гастроэнтерологией, это один из любимых моих предметов, которые я, собственно, еще тщательно изучала в институте и сейчас продолжаю заниматься, и методиками, самое главное, которые позволяют восстановить здоровье нашего кишечника. Об этом у меня и онлайн-курс есть, и мы с вами скоро встретимся, это 6 октября в Москве, на этой уникальной теме, которая говорит здоровый кишечник. Наш второй мозг должен быть функционировать идеально всегда. Так вот, чтобы поддерживать здоровье нашего кишечника, мы, конечно, можем лечить его через желудок, но это как непрямым путем идти. Так вот, ближе всего к цели мы оказываемся в области прямой кишки и ануса. И поэтому очень много вопросов мне задают, как пользоваться ректальными суппозиториями. Ректальные суппозитории, то есть свечи, они есть и в аптеке, они есть и у нас, и в нашем интернет-магазине вы сможете взять ректальные суппозитории. Пожалуйста, разбирайтесь со своими проблемами. Консультация гастроэнтеролога обязательно, потому что он опишет ваши проблемы. Но вот что с этим делать, мы должны с вами разобраться. Значит, первично мы с вами должны убрать кровоточивость и убрать проблемы в области прямой сигмовидной кишки и толстого кишечника с помощью ректальных свечей, которые убирают трофические нарушения. Что мы здесь с вами видим? Внутренние свечи. Откуда кровоточивость? От того, что микрофлора развивается в кишечнике. И наша задача убрать свечевое течение колита, энтероколита. Поэтому первично мы применяем амарантовые свечи. Я использую амарантовое масло для этого. Можно применять свечи тыквеоловые. Слава богу, в аптеке они у нас есть. Первично у всех мы, когда ставим свечи амарантовые, мы иногда получаем ощущение дискомфорта, щипет, больно. И тогда мы говорим, действительно, амарантовыми свечами проверили мы с вами, что есть проблема и изъязвление. Поэтому никаких болевых ощущений на амарантовые свечи у нас не должно быть. Если мы такие получили, значит, мы амарантовые свечи будем с вами ставить столько, чтобы убрать ощущение дискомфорта. Обычно это максимально 2-3-10 дневного курса, то есть 30 дней. Это максимально, что мы можем применять амарантовые. И так, если имели проблемы. Но если 10 дней проставили амарантовые, никаких ощущений с вами не поймали, тогда начинаем заниматься свечками, которые у нас называются карлик. Это свечи, которые сделаны из чеснока. Так вот, чесночные свечи обладают действием уничтожения протозойной микрофлоры, которая где у нас микрофлора собирается? Там, где дольше каловой массы задерживается. Это область сигмовидной, область прямой кишки. Поэтому мы ставим свечи чесночные. И если не ощущаем ничего дискомфортного, значит у нас уже от амарантовых свечей устранились трофические нарушения за 30 дней. И чесночные свечи отработают численность микрофлоры патогенной, какой? Протозойной. И если есть острицы, аскориды, то есть если есть личинки висцеральные, значит отрабатываться все это будут вот в этом уникальном месте. Потому что больше всего скапливаются микрофлоры патогенной там, где у нее много еды. Где у нас больше всего задерживается пища? Конечно, в нисходящем отделе, в сигмовидной кишке и прямой. А отрабатываем чесночными свечами. Если чесночные свечи у нас хорошо были проставлены, без дискомфортных ощущений, переходим к свечкам, которые называются бальзамические свечи. Бальзамические и ректальные суппозитории позволяют нам восстановить щелочность кишечного сока в области прямой кишки и ануса. И восстановить не только мышечное напряжение, убрать лечение геморроя, всеми тремя видами свечами. В той последовательности, которая сказала, обязательно должно быть. Если бальзамические свечи у нас с вами не вызывают дискомфорта, значит мы проставляем их 10 дней. Это растительная щелочь. Это одна из разновидностей препаратов Виватона, которая позволяет отрегулировать численность дрожжевого гриба кандиды, которая находится в кишечнике. Если у нас все хорошо происходит с бальзамическими свечками, то есть фактически мы должны с вами поставить друг за другом, а мне очень много вопросов задают, еще раз расскажите. Так это все у меня рассказано в такой последовательности, как есть в моей книге. Такая же последовательность многократно повторена в ютубе на различных циклах. Если все хорошо по трем видам свечей, мы переходим к четвертому виду свечей, который называется свечи антисептик стимулятор дорогого АСД. И вот эти свечи у нас являются показателем, насколько достаточно мы поработали тремя предыдущими свечами. Если на свече АСД, а это органическая щелочь, мы имеем дискомфортные ощущения в области прямой и сигмовидной кишки, значит мы должны с вами перейти опять к началу нашего курса оздоровления с суппозиториями. Это у нас будут амарантовые свечи, еще раз 10 дней, если все хорошо и спокойно, чесночные свечи, бальзамические, а вот с АСД это возможно пройти и 2-3 месяца повторения первых трех видов, для того, чтобы можно было уйти от дискомфортных ощущений на свечи АСД. Если все хорошо происходит на эти свечи АСД, значит мы с вами перейдем к следующему виду ректальных суппозиторий, продолжая оздоравливать слизистую кишечника. Дело в том, что состояние печени у нас с вами зависит от состояния наличия язв, наличия свечей внутренних, потому что поворотные вени у нас все собирается в печени. Так вот, чтобы очистить печень, мы должны с вами прийти к ректальным суппозиториям, убрать хронический воспалительный процесс с изъязвлениями. Меня спрашивают, а почему вы не хотите назначать клизму? А потому что мне приходится очень много народу разруливать после проведения лечения клизмами, что осложняется, к сожалению, геморроями. Поэтому, так как сейчас мы не знаем, на какую слизистую идем, возможно, если вам помогают клизму, да, пожалуйста, ради бога, но если вы еще не пробовали ощущение на клизму, потому что мы можем прийти с вами на язвочку водой, подумаешь, вода, а она напряжение создает. И мы замедляем восстановление слизистой оболочки. Это все практика. Можно было про теорию говорить все, что угодно. Но мне же все рассказывают пациенты, я вам и представляю их в ютубе. Они все расскажут правдиво. Нам же хочется быть в розовых очках, но не получается. Поэтому, если мы с вами проставляем ректальные суппозитории в той последности, которую я сказала, и АЛЬСД, все спокойно, значит, мы продолжаем с вами дальнейшее оздоровление слизистой прямой и сигмовидной кишки одновременно и тонкого кишечника. И восстанавливаем дальше мы с вами кислотно-щелочное равновесие с помощью свечей и одновременно гормональный баланс с помощью свечей, которые регулируют прогестерон, эстрогеновые взаимоотношения в организме. Вот тут, пожалуйста, дамы, страдающие генекологическими заболеваниями, мужчины, страдающие урологическими заболеваниями, мы должны с вами иметь гормональный баланс. Гормональный баланс – это как кислотно-щелочное равновесие. В нашем организме все должно в балансе находиться. Первая половинка цикла, если мы смотрим график базальной температуры, а все те, кто хочет забеременеть, родить здорового ребенка, кто не хочет иметь эндометриоз, поликистоз, должны иметь баланс эстроген-прогестероновых взаимоотношений. Которые первично у нас начинаются нарушения с асимметрии мозгового кровотока. Дальше у нас идет нарушение местного кровоснабжения в области органов малого таза. И вот ректальные свечи в данном случае ближе всего к органам гормонообразующим. Гормонообразующие органы это все половые органы. Начиная от слизистых оболочек, кончая всевозможными образованиями, выпячиваниями, изменениями. У нас все клетки гормонообразующих органов работают, если нет там воспалительного процесса. Поэтому сухое влагалище становится только тогда, когда кандидомикоз слизистых оболочек приводит к нарушению выделения клетками слизеобразующими слизи. Это все механика. Мицелий и кандиды блокируют слизеобразующие клетки. Как выходим с этой ситуации? Итак, начинаем. Первая половинка цикла это применение ректальных свечей у нас после окончания менструации до овуляции 10 дней, овуляции 12-13 дней. Мы с вами применяем свечи из красной щетки. То есть также мы в этот момент можем принимать и чай из красной щетки, мы можем с вами применять и суппозитории. Красная щетка, первая половинка нашего гормонального цикла. Первый цикл мы можем пройти красную щетку, второй межместруальный цикл мы можем пройти с вами свечка К. Свеча К у нас это эстрогено стимулирующие свечи. Вот эти два вида свечей, которые мы регулярно меняем, применяя один менструальный цикл, одну свечку, другой менструальный цикл, вторую свечку, позволяют восстановить эстрогеновые взаимоотношения. Но если мы с вами увлечемся только работой по эстрогену, у нас пострадает вторая половинка нашего баланса, у нас пострадает прогестероновая часть. И тогда в теле начнут накапливаться как лишние килограммы, так и всевозможные лишние затвердения. Это может быть кисты, миомы и так далее. Поэтому для баланса во второй половине цикла межменструального после овуляции мы применяем с вами боровая матка и бобровая струя. Суппозитории, которые работают у нас для восстановления кислотно-щелочного равновесия. Эстроген, прогестерон это и есть кислотно-щелочные гормоны. И для восстановления гормонального баланса при любых заболеваниях женской и мужской сферы. Тут не играют разницы. У нас у женщин есть мужские гормоны, у мужчин есть женские гормоны. Важно сохранять этот баланс. Тогда стабильный вес, стабильный гормональный баланс. И мы с вами не болеем мужскими и женскими болезнями, получается. Поэтому применение, раскачки гормонов, это свечи, которые я привела. Это вторая позиция, которая идет у нас. Два-три месяца мы отрабатываем эти свечи. Затем переходим, потому что видите, сколько у нас надо моментов отработать. Затем переходим к восстановлению кровообращения в органах малого таза. Только после двух циклов первичных. Все последовательно. И мы с вами приходим к свечкам, которые называются у нас пиявочные. В этот момент я люблю уже прийти и к пиявкам, когда мы немножечко отработаем кишечник. Поэтому пиявки, поставленные в область ануса, посмотрите, что они регулируют. Они у нас регулируют мозговой кровоток. Если мы ставим пиявочки впереди ануса, между половыми органами ануса, и попадаем с вами в переднюю зону, попадаем с вами в лобную долю головного мозга. Иногда свечами, ректальными или пиявочкой, поставленные в это место, мы убираем что? Мы убираем с вами проблемы головной боли. На моей практике это не единичный момент, когда мы говорим, для того, чтобы отрегулировать мозговой кровоток, нам оказывается надо поработать с анусом. Те, кто не хочет пользоваться пиявками, хотя это все-таки самая оптимальная тема, отработать анус пиявками, я предлагаю пользоваться ректальными суппозиториями. То есть мы через анус вводим те же самые вещества, которые содержатся в слюне пиявки, и отрабатываем кровообращение, как мы здесь видим, предстательной железы, отрабатываем кровообращение мочевого пузыря. Поэтому без ректальных свечей лечение предстательной железы, без пиявок, это, конечно, совершенно нонсенс. Мы должны ближе подойти к телу. Но не через желудок нам предстательную железу уже лечить, что мы сейчас фактически и делаем. Нам нужно отрабатывать с области ануса, области малого таза. После постановки свечей пиявочных мы обязательно приходим с вами к свечкам, которые у нас называются свечи с препаратами из слюны, из пчелы, тела пчел, непосредственно сами тела пчел, прополис, непосредственно маточное молочко. Это все препараты, которые позволяют восстановить кровообращение в органах малого таза. Поэтому всегда ректальные свечи при заболеваниях сосудистых, а все заболевания малого таза сосудистые, вот мы с вами и применяем свечи с экстрактом восковой моли. Прекрасные свечи, восстанавливающие кровообращение, снимающие спазм артериум. Мы применяем свечи АПИС, свечи с восковой моли, свечи с пчелином подмором. Всегда в древности лечили, сокращали размер предстательной железы с помощью препаратов восковой моли. Если вы посмотрите апитерапию, когда я представляю, я рассказываю об этих всех ингредиентах. Но вот теперь, слава богу, мы имеем эти препараты, которые можем вводить с вами через анус. Для того, чтобы нам с вами снять спазм, где аспастический колит у нас чаще всего имеется, мы с вами применяем свечи либо с гинго-белоба, такие препараты у нас есть, свечки, либо касторовые. Мы с вами уже разбирали эффекты касторового масла. Так вот, все эффекты касторового масла по снятию спазма мышечной стенки сосудов у нас тоже будут в суппозиториях. Ну и заканчиваем мы курацию этого места. Тогда, когда у нас уже убрались боли, убрались отек, где в нижних конечностях мы убираем с вами с помощью свечей, которые называются урологические, это чисто специфические свечи для мужчин, и препараты, которые у нас отрабатывают различные виды микроорганизмов. Здесь мне легче, конечно, работать, потому что я смотрю в микроскоп, я вижу, какая микрофлора находится в кишечнике, в микроскопе, и уже назначаю свечки для того, чтобы работать с маткой, с мочевым пузырем, с прямой кишкой. Отрабатывая через прямую кишку микрофлоры, мы восстанавливаем баланс микроорганизмов в области малого таза. Поэтому применяем свечи, которые у нас идут при бактериальных проблемах, при различных видах простейших, при грибковой микрофлоре. Давайте сейчас посмотрим, если мы с вами находим, вот здесь мы находим с вами такого удивительного грибка, называется аспергилюс. Аскербилюс также выходит в кровь из органов, которые он поражает. Чаще всего он поражает легкие. Поэтому для коррекции грибковой микрофлоры мы с вами применяем масло чайного дерева. Свечи масла чайного дерева мы применяем для того, чтобы отрегулировать численность грибов, в том числе и кандиды. Это аспергилюс, если мы в микроскоп находим, если у нас есть симптоматика белий, значит мы будем с вами применять масло чайного дерева, уже убирая избыток вот этой патогенной микрофлоры. Далее мы можем применять с вами для того, чтобы отработать протозойную микрофлору, где у нас сейчас протозойная микрофлора, мы с вами можем применять ректальные свечи урологического плана. Это все те травы, которые мы применяем при мужских проблемах. Это уникальный состав, который входит в спарыш, почки березы, брусника, мочеполовые проблемы. Поэтому мы можем с вами смотреть и, видя в микроскоп протозойную, либо мы с вами видим гельминтозы, прекрасно отрабатываются при гельминтозе в березовой декоте. То есть фактически вся та фитотерапия, которую мы применяем через рот, мы можем применять через анус. Поэтому читайте мою книгу, это есть. Смотрите по заболеваниям наши онлайн-лекции, и вы там найдете всегда момент применения суппозиторию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!